так продолжим силикон подсох подстыл время прошло достаточно первый слой наносил примерно два часа дня сейчас уже без 28 вечером что делаем еще раз наносим один слой вертикальном положении он снова постепенно под своим собственным весом скатывается на основании результате получаем ровненький такой вот блеск хочу еще один такой нюанс подчеркнуть на данной конкретной модели этого нету но бывает что ваша модель еще сложнее чем это больше в размерах и там получается такие вот капли подтеки видно да есть близко показываем жуток вот такие вот вещи наплыв чеки то есть в вертикальном положении примерно заливали потом горизонтальными когда модель находилась в вертикальном положении силикон стекал до основания здесь оставались вот такие вот вещи как с ними в рот их желательно срезать потому что это повлияет дальнейшем на качество когда будете наносить последующие слои силикон они будут вам мешать есть ножницы покажу ножницы маникюрные слегка искривленным профилем не советую брать дешевые вот конкретно эти фирмы элис косметик стоили 20 до 100 25 рублей может быть видно тут вот он элис косметик можно конечно убирать такие вещи при помощи ножа допустим того же канцелярского но ножницами это делать гораздо удобней можно везде подлезть и не острый вот именно конкретно эти ножницы я попробовал другие это уже на 3 или 4 ножницы одни тупые не режут другие просто развались между собой то есть по место соединение по склепке их надолго не хватило эти вот как бы я доволен даже несмотря на их не сказал что дешевые можно убирать такие вещи конец и конечно и канцелярским ножом можно набирать эти вещи не ножницами обычными как-то для себя я определил что в ходе экспериментов как раз этот способ удобнее всего сейчас одеваем перчатки приступаем нанесение силикона перекрываем сейчас наша задача основная перекрыть марлю уделить внимание а грехом тонким местам торчащим ниткам из марли и конечно чтобы у нас на поверхности основания образовался силиконовый слой не менее допустим двух трех миллиметров хотя бы этого будет вполне достаточно так ну что приступаем эти все моменты которым которые я рассказываю в каждом при каждом нанесении нового слоя они достаточно актуальны их применение поможет вам изготовить силиконовую форму очень качественно аккуратно вашей работы будете довольны не только вы сами но и дальнейшем если вы соберетесь изготовлять силиконовую форму на заказ то и заказчик при создании жесткого кожуха расскажу как бороться с поднутрениями обратными углами честно носим промазываем промазываем марлю промазываем все труднодоступные места по идее толщина силиконового слоя самой силиконовой формы меня уже устраивает не устраивает все вот эти вот торчашки надо чтобы все таки она была гладенькая ровненькая каждый раз я замешиваю 200 грамм силикона но наношу каждый раз по-разному от 30 грамм до 50 конкретно на эту модель у меня остальные там еще есть в работе уже видели следующая сова ведь в работе вроде слоев мы наносим очень много но по времени да то есть там 678 получается слоев все зависит от сложности модели приходится будет наносить участками небольшими небольшими не на всю поверхность модели на какой-то отстающий проблемный участок там придется все там 20-30 грамм силикон необходимо чтобы его перекрыть а приходится ждать когда этот слой высохнет это уходит время ну такой способ изготовления позволяет достаточно качественно изготавливать силиконовой формы слой получается равномерный отливки достаются легко силиконовой формы ничего при этом не отламывается у них если мы льем из гипса ну в общем так вот вот тут небольшие есть поднутрение можем там добавить силикона в общем я думаю еще один слой бросить которую уж наверняка перекроет все слабые места тонкие места ждем когда силикон высохнет и наносим еще один слой на это уже будет завтра то есть оставляем это все дело на ночь но после этого отрезаем лишнее лишний силикон который допустим под набежал так вот это двинуть 10 вот эти подтеки можно все отрезать вот в этом месте этого тоже отрежем и можно будет делать жесткий кожух еще с поднутрениями поработаем покажу как работа с поднутрениями что с ними можно делать какие варианты бывают при каких случаях какие варианты лучше применять и в каких случаях все ждем силикон когда сохнет вот 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 и вот 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 Продолжение следует...